Качество их труда измеряется ретвитами, лайками и комментариями. Уже через несколько минут начнется вручение второй ежегодной премии блогер года Ивановская область. Пожалуй, в нашем регионе это единственный конкурс, где в числе номинантов в одном ряду стоят чиновники, депутаты, журналисты и просто ивановцы с активной гражданской позицией. Всем выйти из твиттера пришлось на один вечер, чтобы определить, кто в регионе лучший блогер. Вручение второй премии получилось мероприятием более масштабным, чем в прошлом году. Большое количество номинантов, зажигательная живая музыка в исполнении Брайт Таун. Мы перешли на новый, более качественный уровень. У нас больше номинаций, больше участников, больше спонсоров, огромный зал. То есть новое, все новое. Мне кажется, что намного лучше, чем в прошлом году. Как говорит Света из Иванова, более лучше. Распознать блогеров среди присутствующих непросто. Ведь в интернете они часто под вымышленными никами и абстрактными аватарками. Впрочем, знать героев в лицо не обязательно. А вот читать нужно непременно. Очень много можно перечислять. Кого-то отдельного выделять не хочется. Все, кто ивановские блогеры есть, они будут сегодня здесь присутствовать. Ну, увидим. Михаил Шор. Кто у нас еще? Настя Волосова. Настя Трениченко. Ну, в основном, конечно, арт-блоги творческие. Мадам Ари очень интересный блог. Силкина, Шора, Сверчкова. Многих? Нравится? Как сказать? Век информации приходится. Открытием года стал Слава Гусев. Он, кстати, был и ведущим премии вместе с Ириной Хаустовой. Лучшим микроблогером признали Максима Никонова. Своеобразным рекордсменом своей номинации стал Максим Козлов. У него лучший инстаграм-блог в 2012 году. Сам Максим на вручение не пришел, несмотря на то, что кто-то очень старательно за него голосовал. Больше всего голосов было подано в номинации «Лучший инстаграм-блог». То есть только одних смс-сообщений полтыщи. Самый неожиданный поворот в номинации «Голос оппозиции». Голос этот оказался женским. Ирина Мальцева. Аплодисменты. Быть красивой женщиной в маленьком черном платье, как у Шанель, и в то же время разделять взгляды оппозиции. В Иванове возможно и такое. Однако сама Ирина к своей оппозиционности относится двояко. Ну, зрители проголосовали именно так, как они проголосовали. Я еще раз повторюсь, я не считаю себя голосом оппозиции, потому что оппозиции – это те, которые стремятся к власти, те, которые в меньшинстве. Я считаю свое мнение мнением большинства. Поэтому все те, кто против меня, это против большинства. Самая красивая пара «Благосферы». Номинация для этого года новая и без преувеличения очень романтичная. К этим участникам требований было больше, чем к остальным. Они не только должны писать качественные блоги, но и любить друг друга. Победителями стали Наталья и Артем Голодышко. Уже летом молодые люди ждут пополнения. А это значит, на одного блогера в Иванове станет больше. Это часть нашей жизни, и без этого сейчас, мне кажется, это просто нельзя. Надо быть в курсе, надо быть в интернете, надо быть постоянно онлайн. Поэтому и малыш тоже будет онлайн. Мы заведем ему личный твиттер. С каждым годом блогеров становится больше. Даже эта премия показала, что число участников возросло в разы. Людям нравится фотографировать, излагать свои мысли, обсуждать с другими окружающую действительность. А это значит, что у премии большое будущее. И посредством интернета ивановцы узнают еще много новых лиц.